30 июня состоялась защита дорожной карты Института математики и механики. Проанализировав свое положение, руководство Института определило основные точки роста. Поставлены задачи достигнуть планируемых результатов, а именно повысить предметный рейтинг. Исследованиями в области математики и механики представители Института собираются путем увеличения исследовательской деятельности, а значит и публикационной активности. То есть академическая репутация индекситирована. Именно там у нас были определенные проблемы. Основная стратегия Института заключается в естественном уровне подготовки обучающихся квалификации математики и механики за счет улучшения качества образования, науки и международного сотрудничества. Наибольшее количество защит. Это абсолютно показатели. Это будет 26 защит за прошлый год. Вот это вот является так же, я считаю, работает. То есть из этого я хочу сделать какой вывод? Что с академической репутацией в той инновации, поведуя о том, что я уже говорил, у нас в ролике не было ничего. 2017 год для КФУ особенный. 1 декабря исполнится 225 лет со дня рождения великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Разумеется, память о великом ученом и глубокое уважение к его достижениям живо в университете. В честь Лобачевского было принято решение связать 2017 год с его именем. В год ученого университет реализует целый ряд проектов. Открытие Международного научно-образовательного математического центра проходят математические конференции, лекции приезжих ученых и форумы. Кроме того, в КФУ возрожден конкурс на соискание медали имени Лобачевского. Согласно решению международного жюри, математиков и лауреата филдовской премии, конкурс подразумевает денежную премию в размере 75 тысяч долларов. Аурелия Сташкова, Ленарда Влитяров, Универньюс.